Бауу! Хехехе И всем привет, ребят! С вами Брис, которая перешла стримить на Twitch. И знаете что? Я уже много раз говорила это и на самом стриме, и в целом, но я приглашаю вас туда прийти, чтобы посмотреть на меня, порисовать со мной, поиграть в разные игры и просто, ну... Ну... просто... развлечься, да? Хехехе-хехе. В общем, я буду ждать вас там, поэтому обязательно приходите ко мне на стримы на Twitch. Ссылочка будет в описании, поэтому обязательно чекайте. Ну и я, ну... рада с вами познакомиться заново, если можно, конечно, так сказать. Спасибо большое всем, кто пришел на мой самый-самый-самый первый стрим. И всем спасибо, кто еще придет, потому что стримов будет очень много. И я надеюсь, что... Ну... Ты же придешь, сэмпай, да? Хехехе-хехе. Ну, я не буду вас больше задерживать. Переходим к теме роликов. И еще раз всем привет! Это, наконец-то, долгожданное видео про перерисовку артов подписчиков. Я не буду повторяться про Twitch, потому что вы уже все видели. Если получится, и я найду в себе силы, то я сделаю нарезку по самому первому стриму и загружу сюда. Ну, а если вы еще все-таки хотите посмотреть запись первого стрима, то она осталась на Twitch и будет храниться там две недели, так что поторопитесь. Я еще не знаю, буду ли я перезагружать стримы, но, скорее всего, нет. Стримов на ютубе не то что не будет, но, скажем так, их количество определенно очень сильно уменьшится, и в июле их не будет 100%. Поэтому, если я все-таки вам интересна, то обязательно приходите. Что касается перерисовки артов подписчиков. Я не могла сделать, наверное, две недели или меньше. Я все никак не могла найти в себе силы, потому что, знаете, нарисовать два арта для ролика это как бы тяжело. Я не супергерой, и все, кто успевает за неделю сделать, они, конечно, молодцы, но я пыталась держать кое-какую планку качества, поэтому решила, что я лучше потрачу больше времени, но сделаю хорошо. Я буду просто комментировать работы, то, как они выглядят, и ну, то, что я нарисовала, видимо. Комментариев там было очень много, я хочу сказать, что я успела их закрыть на тысячи, потому что поняла, что если их будет больше, ВК сломается. Даже если и не сломается, то, по крайней мере, мне будет очень тяжело выбирать. Поэтому, если вы не попали в этот ролик, ничего страшного, не расстраивайтесь. Я, возможно, сделаю еще, но, опять же, я ничего не обещаю. И да. Давайте, наверное, начнем с самой первой работы. Почему же я выбрала эту картину? Дело в том, что я захотела сделать что-то похожее. Ну, то есть, мне изначально понравилась сама задумка с барашками, с космосом. Ну, знаете, просто мило, и плюс здесь довольно сложная поза рук. Ну, конечно, кто-то скажет, что для него она не сложная, но для меня это было немножечко сложновато. и я решила, что я найду референс. Кстати, вот он сейчас. Этим референсом я пользовалась, пока рисовала флейту и руки, в общем-то, на ней. Это было проблематично. Что касается самой работы, мне, в общем-то, она очень даже нравится. Очевидно, я бы не выбрала, если бы она мне не понравилась. Но я подумала, что складки здесь, это то, что выглядит абсолютно точно неправильно. Я не могу сказать, что у меня вышло лучше. Не буду говорить этого, потому что нет. Но, по крайней мере, я попыталась. И выглядит это немного как мешок. Просто потому, что здесь они неправильно расположены почему-то посередине. То есть складка идет вроде как от плеча и от локтя. Но там нет этой складки. Она почему-то просто на середине руки. Просто помните, ребят, что там, где есть сгиб, там должна быть складка. То же самое касается, в общем-то, юбки, но об этом чуть позже. Давайте, ребят, я вам включу спидпейн. Я эту работу делала очень долго. Если точнее, я ее изначально сделала, но мне не понравилось, потому что скетч вышел абсолютно точно неудачным. И я удалила полностью. Уже хотела менять работу на другую, но все-таки решила, что дам себе шанс. Я была уставшей и все такое. Знаете, у всех бывают абсолютно неудачные дни, абсолютно неудачная работа. И это была одна из тех работ, которая просто не хотела получаться. В целом, я перерисовала все точно так же, за некоторым исключением. Я подумала, что автор вложил, естественно, свою идею в свой арт, но я не из таких людей. Я думаю, что если ты перерисовываешь уж чью-то картинку, то чтобы уж это не было каким-то плагиатом, да, я в курсе, что это не плагиат и ничего такого, просто мне захотелось вложить туда свой смысл, свою историю, так скажем. Поэтому я немножечко поменяла арт. Я не стала делать в полный рост, потому что да, мне немножечко была лень. И флейту я тоже сама не смогла нарисовать, поэтому я скачала бесплатную флейту 3D-шную с магазина Clip Studio. Ну и, в общем-то, нарисовала ее. Так вот, задумка в том, что девочка, женщина, девушка, неважно, находится среди облачков, которые на самом деле барашки, это барашки-облачка, и она их, в общем-то, из флейты создает. Она выдувает облачко, а потом это облачко превращается в барашка. Да, я знаю, что это, возможно, мега тупо. И задумка арта оригинального вообще не такая. Там просто сидит девочка играет, а барашкам вокруг нравится, как она играет. Но мне захотелось сделать именно так, потому что она находится на фоне космоса и все такое. Наверное... Наверное, как раз этот фон меня и натолкнул на такую идею. Просто показалось, что это будет выглядеть, типа, миленько и все такое. Да, как видите, заливка у меня, как всегда, говно, но да ладно. Здесь я просто раскрашиваю, так что навряд ли мне есть что-то прокомментировать. Поэтому... Да. Итак, я, очевидно, назвала некоторые минусы работы. Я сказала, что мне не понравились складки, но я уже похвалила саму идею. Мне, в общем-то, очень понравились эти барашки. Они ультрамилы. Я барашков рисую немножко по-другому. Я всегда любила, чтобы они выглядели, типа, как-то более карикатурно, более мультяшно. Я не знаю, как объяснить. То есть, очевидно, это и близко не похоже на настоящих барашков. И я это обыграла по-своему. То есть, они у меня сами по себе были похожи на облачка. Поэтому я и стала так делать. Она у меня тут, скорее всего, стоит, потому что я не стала прорисовывать складки, которые образуются, когда персонаж сидит. Поэтому, ну, давайте предположим, что она стоит. И, на самом деле, эти супер-мега-блестящие звездочки на юбке мне тоже понравились. Я теперь хочу себе точно такую же юбку. В целом, очень приятный персонаж. У картинки очень приятная палитра. И это я говорю не про свою. Я просто хвалю автора. И мне понравился цвет волос. Мне понравился этот переход с розового в сине. Но у меня он чуть-чуть менее заметен, потому что я нарисовала это по-другому. У меня там тени другого цвета. Но не важно. Барашков я стала делать белыми, потому что, опять же, если это облака, то пускай это будут волшебные барашковые облака. Почему нет? Опять же, куча звездочек на фоне. Все блестит, все сияет. Мне очень понравилась работа. Так что спасибо большое автору за то, что он ее предложил. Примерно вот это у нас получилось. Я сделала все блестящее и девочку блестящую. В общем, сделала как можно больше блесток добавила, чтобы это была работа более блестящей, чем она была в оригинале. Ну, в общем, пишите свое мнение, что вы думаете насчет этой работы, а мы переходим к следующей. Итак, честно говоря, изначально я эту работу пролистнула мимо. Я объясню почему. На самом деле я ее не заметила из-за того, что она была супер мега однотонной. Да, я листала вниз и просто ее немножко не заметила. Но затем я расскажу чуть позже про историю, которая приключилась. Я выбрала эту работу, потому что не смогла нарисовать другую. Да, простите. В любом случае, я присмотрелась и поняла, что это очень сильно похоже на то, что я сейчас ощущаю, испытываю и все такое. И мне в целом понравилось. Я очень сильно люблю рисовать волосы. Как видите, волос на этой картинке ну просто 80%, поэтому да, дала волю себе. И что касается плюсов, очевидно здесь все супер мега яркое, супер мега блестящее, как я люблю. Мне очень нравится выражение лица. Да, я сделала немножечко другое выражение лица, но это неважно. В целом мне нравится задумка. Хотя, опять же, каждый видит работы по-своему. И я могла понять неверно задумку автора, но то, что вижу я, мне в общем-то нравится. Хотя, опять же, я осуждаю, не одобряю все вот эти ваши штуки суицидальные, если вы понимаете, о чем я поэтому. Но-но-но, big known. И мы переходим к спидпайнту. Из минусов я сразу просто хочу сказать, что мне не очень понравилась анатомия. Если быть точнее, вроде как плечи у нее не такие плоские должны быть, что ли. Я не знаю, как будто бы не хватает ширины плеч. Это как бы то, что я сразу заметила и сделала по-другому. У меня получился немножко другой ракурс, хотя я изначально пыталась в такой же, но по итогу мне не очень понравилось, как я нарисовала лицо, и я это потом исправлю. Я решила нарисовать, если уже не все детальки, которые я увидела на этом арте, то хотя бы какую-то часть. Ну, те, что мне понравились, да. С рукой я, естественно, как всегда намучилась. Руки это мое самое нелюбимое, но вроде как вышло довольно нормально, так что сойдет. Как я уже говорила, волосы я рисовать, ну, просто обожаю, поэтому вы можете просто посмотреть, как я пытаюсь их нарисовать в течение часа. Ну, для вас это, конечно, не час, но я, очевидно, с ними очень долго мучилась, потому что нужно было прорисовать волосинки и прочее из того, что я люблю. Но на самом деле больше, чем с волоснёй, я намучилась только с лицом. Оно изначально вышло нормальным, потом оно мне разонравилось. И по итогу оставшееся время я пыталась его исправить. Да, вы что думали? Я же сказала, что я буду долго прорисовывать волосы. Я пыталась исправить все вот эти косяки, которые сделала, прорисовать все волосинки, ну, или то, что там должно было быть, ну, а затем, в общем-то, принялась за лицо. По итогу решила, что просто немножечко изменю ракурс, для того, чтобы оно выглядело не таким втянутым или растянутым. Не знаю, как это объяснить, но что-то мне определённо в нём не нравилось. По итогу я убрала этот пластырь сбоку, просто потому что он мне мешался, и немножечко изменила ей выражение лица, опять же, под себя, под то, как это вижу я. Я не стала менять особо палитру, если быть точнее, я постаралась взять максимально похожие цвета. Я не тыкала пипеткой, потому что я лично не считаю, что это очень хорошая идея брать пипеткой чужие цвета. Ну, то есть, да, конечно же, чужих цветов не бывает, но самый лучший вариант это попробовать подобрать что-то на глаз, то есть, учиться подбирать цвета. Я заметила только в самый последний момент, что там были нарисованы, кстати, глаза. Я их решила нарисовать, потому что мне понравилось. Ну, а дальше работа с тенями. Кстати, это исключительно, не знаю, совет от меня. Возможно, кто-то другой делает или не делает. В общем, это то, что я вам рекомендую. Опять же, это не обязательно слушать. Я не советую вам рисовать кровь и раны и прочее на лайне. Рисуйте это только на покрасе. Я это делаю под слоем с лайном, просто потому что мне лично без разницы, проходит лайн сверху или снизу. Мне, наоборот, больше нравится, когда все эти раны под находятся. Но это уже решаете исключительно вы. Я просто вам не рекомендую делать наметки крови на лайне. Я знаю, что некоторые так делают. Но это выглядит странно. Чересчур странно. Просто поверьте на слово. И вот опять волосы. Да, я пока их рисовала на стадии лайма. Если быть точнее, это просто чистый скетч, но не важно. Я забыла, что вообще-то мне всю эту вакханалию нужно раскрашивать. Но да ладно, тут не то чтобы было супер мега сложно. Скорее, очень много волосни. И от каждой падала тетюшечка. И я пыталась это все проследить. Но, опять же, скорее всего у меня не получилось. Но я, по крайней мере, попыталась... Забавный факт вы навряд ли заметили. Хотя, возможно, кто-то заметил. Но я забыла наложить тень на пластырь. Я это сделаю позже, но сейчас я это заметила. И мне стало немножечко неловко. Далее, в общем-то, стала добавлять все эти штуки, которые добавляю обычно на арты. И попыталась сделать похожий свет. То есть, сзади был чисто белый фон. Но он вроде как там светился, да. Он был нарисован по-другому. Но, опять же, каждый рисует это по-своему. Поэтому я выбрала свой способ, которым стараюсь пользоваться обычно, да, всегда. Ну и далее уже осталась банальщина. Я покрасила лайн. Немножечко добавила теней на конфетки вокруг. Сделала обводочку на некоторые детали, чтобы их было чуть-чуть видно. И куча блесточек, потому что их очень много было, в общем-то, на арте. И вот, что у нас получилось. Вот две картиночки рядом. Пишите, как вам моя картинка. Получилась она или нет. И на этом, на самом деле, я могла бы закончить, но... Но... Внимание, если кто-то остался до этого момента, то вот вам небольшая пасхалочка. Этот арт я хотела выбрать вторым. Но мне не понравился скетч, который я сделала. Если быть точнее, он мне вообще не понравился. И я не стала его заканчивать. Авторы, если ты это смотришь, пожалуйста, прости меня. Но у меня не хватило сил. Мне показалось, что я сделала все неправильно и все такое. Но твоя картинка мне очень понравилась. Она очень яркая и красивая. Поэтому... Да, прости еще раз. Если вам понравилась эта рубрика, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. На Твич обязательно. На Инстаграм. На ВК. И вообще на все-все-все подписывайтесь. Всех люблю. Всех целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok